Приветствую вас! На что можно обратить ваше внимание? В первую очередь на какую проблему? На проблему сценарного поведения, потому что у вас два брака не складываются, у вас отношения с данным мужчиной также не складываются. То есть здесь явно сценарное поведение. Некий может быть страх перед близкими серьезными отношениями, может быть страх быть слабой, и постоянная такая вот тенденция к тому, чтобы бороться за самостоятельность, тенденция к тому, чтобы конкурировать с мужчиной, и так далее, что в итоге приводит к тому, что мужчина от вас уходит. Тут на самом деле не все так просто, хотя бы потому что достаточно многие вопросы нужно прояснить. Например, откуда вы знаете, что если текущий мужчина будет вами, как вы сказали, покорен, да, то вы его обесцените потом. Вот. То есть откуда вы это знаете и с чем это связано? На чем вы основываетесь? То есть тут вот нужно анализировать ваши отношения с мужчинами, в частности с отцом, да, вот такое ощущение, что вы пытаетесь доказать что-то, причем доказать пытаетесь вот мужчинам, а может быть это связано как раз таки с тем, что ориентированы вы на результат, а не на процесс. Ориентирование на процесс это как раз таки больше контакт со своими чувствами, больше контакт со своими переживаниями. Вот это более такая вот чувственная градация развития, вот. И соответственно, ну не исключено, не исключено, что у вас этого нет. и вы носите и вы не можете выздороветь отношения с мужчинами. Вот. То есть, ну, чувства. Не хватало bunch. Следующий момент, да, то есть, тут понятно, я надеюсь можно в какой-то степени эмоциональный интеллект вам развивать. Следующая деталь, это то, как вы выстраиваете отношения. Я, конечно, не знаю, как именно вы выстраиваете отношения, но есть просто подозрение, что весьма мало у вас личного в отношениях с мужчинами. И в основном это такие гемберные взаимодействия, что взаимодействие непосредственно мужчинам и женщинам. И может быть как именно субъект гендерного поведения вы хорошо выступаете, именно как субъект гендерного поведения. Но вот как личность основана на такой модели поведения, вы весьма плохо выражаете свою позицию. по отношению к мужчине и задаете предпосылкой для разрыва, для разделения отношений. Дальше, следующий момент, это собственнические тенденции, именно собственническая история. То есть восприятие мужчины как некого атрибута, который вам нужен зачем-то. это именно атрибут. Вот что важно. Вы воспринимаете человека как атрибут. То есть опять же личности как таковой в нем вы не видите. Ну вероятно. И это идея Старлиценко. То есть мужчине важно завоевать того, которого вы выбрали, которого вы, ну которым вы велищище. Чувствия его важно, покорить важно, чтобы он был ваш. Вот с этим связано то вероятность, что вы активно так пытаетесь, ну, строиться в его жизнь. И дальше уже вам он не нужен, потому что вы добились чего-то, чего хотели, чего-то доказали. Вот. Вот это восприятие себя, это восприятие других людей. Опять же в контексте именно вот результатов. То есть в отношениях важен не результат, в отношениях важен процесс, потому что результат, он никогда не известен. Вот. Но вы можете видеть только процессом. Любой процесс стремится к завершенности. Вот. Но не любой процесс можно завершить физически. Поэтому вы вот так себя ведете. Ну, а что касается ревности, то ревность здесь, конечно, именно в вашем случае, в основном ревность это число собственничества фрустрированного. Вот. Как мне думается, то есть, что мужчина, ну, которого вы выбрали, да, он предложит не только вам, как так. Вот. Ну, вот. В принципе. В принципе. В принципе. Я думаю, что примерно, ну, примерно так можно вам ответить. То есть, по факту, на мой взгляд, по-настоящему серьезных отношений, именно вот по-настоящему серьезных отношений, вы боитесь духовных отношений, вы боитесь, я так думаю. Вот. Вот. Те отношения, которые вы выстраиваете, вот в такой же момент, это все-таки отношения такие, больше направленные, наверное, на покорение, на покорение партнера, на собственное число по отношению к нему. Вот. Ну, глобально это, опять же, вы находитесь в треугольнике Карпмана, да, потому что есть, ну, вот сейчас, это любовный треугольник, треугольник Карпмана. Вот. Можете почитать об этом подробнее в интернете, есть об этом информация. Вот. И по факту вы жертва. Что такое жертвенность, это не взятие на себя ответственности за что-то, именно за что-то. Вот. То есть, то есть, за что-то ответственности вы не несете, не берете за что-то ответственность. Ну, например, вот в данном случае, вы не берете ответственность там за свои чувства, да, процесс вам не важен. То есть, если процесс не важен, значит, вы пренебрегаете своим отношениям, своим предпочтением, своим выбором, да. Вот. Вы пренебрегаете своими ощущениями, то есть, находитесь в отрыве от этого, ну, соответственно, не желаете, как бы, за это отвечать. Может быть, боитесь отвечать, может быть, что-то еще. Вот. А необходимо доказать что-то, доказать, доказать, показать и так далее. Вот. Так что, такая вот история. То есть, вы, по сути, вот, на мой взгляд, застряли где-то, где-то, вот, в невесомости, да, и в отношениях вы, как бы, ну, близких, вот, таких вот, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ И полностью без мужчины тоже, потому что мужчина должен, вероятно, демонстрировать вам вашу женственность, вашу привлекательность. Ну и один из главных принципов то, что профессиональные лично смешивать нельзя. Вы начали отношения на работе, нужно понимать, что как бы всегда-всегда там будет коммерческая такая подоплёвка, потому что на работе. Ну и обратите внимание на возраст, 10 лет, родница достаточно большая. Вот, не кас, это, ну даже не кас, а исходя из опыта, я могу сказать, что это вот такой паспурный поиск защитника. Вы ищете защитника, на кого можете оперяться. Мужчины вашего возраста, вас, ну, разочаровали. Вы выбираете мужчину поставь, чтобы опереться на него. Ну, в итоге опереться вы не можете, потому что вы себе не доверяете. Отсюда вот постоянно потребность подавляет, подавляет. Ну, когда людей подавляет, они убегают. Вот вы же давите на человека, да, вот. Мне, например, вот, знаете, хотелось спросить, да, просто хотелось спросить, вот. Вы говорите, значит, год прошел, беззаботно, пищевый. Я где-то на уровне подсознания знал, что еще не время, чтобы проявлять собственнические амбиции. Вот, я вам подскажу, что собственнические амбиции никогда не время проявляют. Вообще. Вот. Значит, дальше. Через год наших с ним отношений я начал давить. То есть, вот, я полагаю, что здесь, где та часть чувств, которая направлена на него, да, вот именно на него направлена. На мужчину, не на вас, да, на мужчину. Как бы, мне кажется, что в этот момент, вот через год она ушла. Потому что вы начали на него давить. Нужно понимать, что давя, требуешь и так далее. Вы еще, вы свои интересы, свои интересы реализовываете. Вот. Вы не, ну не думайте в этот момент о человеке. Вот. Я не говорю, что вы прям должны это делать. Я не говорю. Я просто вот говорю о проблеме, что вот такая проблема конкретно. Вот. Вы не подумайте, я не призываю вас там к чему-то. Вот. Абсолютно не призываю. Вот. Такой вот момент. Такой ответ я мог бы вам дать. Вот. Эм, значит, все. На этом я бы рекомендовал все-таки с эмоциональным интеллектом поработать с первое, что там, с эмоциональным поведением, с эм, значит, с детско-родительскими отношениями, возможно. Вот. Ну, мне кажется, что у вас достаточно серьезно выражено противоречит, мне кажется, с таким достаточно категоричным иногда, в каких-то моментах весьма жестким человеком. Вот. Хотя, обратите внимание, что себя вы называете Женя, не Евгения, а Женю. То есть, либо вы привыкли смягчать свой образ, чтобы потом, ну, чтобы люди сразу отстались от вас, чтобы людей не атаковать. Вот. То есть вы, ну, смягчать, смягчать, привыкли смягчать свой образ, да? Я, типа, я вот Женя, вот я вот такая, может, возможно, вы даже вежливый. Достаточно ярко выражено вежливый. Вот. Вот. Ну, мне кажется, что вы, что чуть глубже, вы лично жесткие. Вот. И, соответственно, сопротивление вас тут будет выражено. Поэтому, если вы реально меняться, как бы, не готовы, то именно помочь вам особо, наверное, не получится. Если готовы, то обращайтесь. Но, повторюсь, как бы, сопротивление – это та история, которая будет тормозить процесс. Ну, это не страшно. Вот. Это не критично. Просто, вот, предупреждаю, что может быть такая история, может быть такая ситуация. Но, в принципе, ничего особо страшного, ну, особо страшного, как бы, ничего в этом нет. Вот. Такая вот история. Вот такой момент. Всё. В принципе, я думаю, на этом можно точно такое закончить. Подумайте над тем, какие именно желания у вас связаны с чувствами к мужчине. Вот. Это быстро будет первым шагом вашим к, ну, к работе над собой. Удачи вам! Всего самого доброго! Я надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена.